Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу Судей, 10 глава. Авимелех умер, и после него судили израильский народ другие судьи, были его вождями. После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, в юридском тексте Тола, сын Фуи, сына Додова, из колена, из Сахарова. Он жил в Шамире на горе Ефремовой. Он был судьей Израиля 23 года и умер и погребен в Шамире, где жил, там и погребен. Больше о нем ничего не известно. Эти первые два стиха 10 главы говорят нам о этом Толе, Тула или Фоле, который был судьей Израиля 20 лет, для спасения Израиля. После него восстал Иаир из Галаада и был судьей Израиля 22 года. Вот об этом Иаире мы узнаем одну такую интересную деталь. Это единственная деталь, которую мы о нем узнаем. У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у них. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. Интересно, 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах. Далее упоминаются вот эти 30 городов. Ну, на самом деле, в еврейском тексте повторяется тот же самый термин, что и вот эти самые ослы, молодые ослы. Он повторяется дважды, значит, дважды говорится Айярим, Айярим, молодые ослы. Ир – город, Арим – города, созвучно с этими Айярим – ослицами. Так вот, в еврейском тексте нет городов, а есть ослы, точнее, не ослицы. И также созвучие с Иаиром. Он – Иаир из Гильада, Яир, и селение Яира, что в земле Галаадской. Значит, два точнее термина здесь созвучны. Это ослы, ну, если бы здесь были еще и города, некоторые предполагают, что, да, действительно могли быть города, и текст недостаточно хорошо сохранился. Вот тогда Ир, и Айяир, и Ир, и Яир – три созвучных слова здесь, такая присутствует, ассонансы. И умер Яир, и погребен в Камоне. Вот все, что мы знаем об этом Яире. Значит, один судья, это из малых судей, шесть малых судей. Вот, два из них здесь упомянуты в начале 10 главы. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили валом. Повторяется та же самая песня. Как только умирает очередной судья, израильтяне впадают в идолопоклонство. Поклоняются валом, астартам. Дальше перечисляются другие божества, которым они начали поклоняться. Богам Арамейским, богам Сидонским, и богам Моавицким, и богам Амманицким, и богам Филистимским. А Господа оставили и не служили ему. И воспылал гнев Господа на Израиля, и он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Филистимляне, Пелештим, филистимская низменность на восточном берегу, юго-восточной, южной части восточного берега Средиземного моря, Пятиградия филистимская. Филистимляне были постоянной угрозой в предмонархическую и раннемонархическую эпоху существования Израиля в Ханаане. Аммонитяне, наоборот, не на запад от Израиля, а на восток, в Зайордане. Там, где два с половиной колена, были расселены колено Рувимова, колено Гадова и половина колена Моносии. Вот там были муавитяне и аммонитяне, которых израильтяне в свое время прогнали, согласно книге чисел, и поселились на их территориях. Но потом постепенно стали они, вот эти аммонитяне и муавитяне, отвоевывать, видимо, свои земли. И мы встречаем уже и в книге Судей, и в книгах Царств мы встречаемся с царствами аммонитян и муавитян, эти дальние родственники Израиля, потомки Лота, племянника Авраамова. Так вот эти самые филистимляне с запада, аммонитяне с востока, как мы читаем в 8 стихе, теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет. Всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Амарейской, которая в Галааде. Тут не совсем понятно, почему Амарейская земля в Галааде. Ясно, что по ту сторону Иордана, пишет человек, который находится по эту, то есть в Ханаане, в Святой Земле, а по ту сторону Иордана, да, там аммонитяне. Но почему их теснили филистимляне? Может быть, имеется в виду, что филистимляне теснили в земле Амарейской, а аммонитяне теснили там, за Иорданом, в Галааде. Гиль-Ад. Галаад – это то место, где сейчас сходятся границы Израиля, Сирии, Ордании. Южная часть провинции Дер-А, Сирийской, Гад и полуколена Моноси, на самую северную часть территории Древнего Израиля. Наконец, аммонитяне перешли Иордан, сыны Аммоновы, чтобы вести войну с Иудою, имеется в виду иудейское колено, и Вениамином, и с домом Ефремовым. Иуда и Вениамин – южные колены, и Ефремова – самое большое из северных колен. И весьма тесно было сынам Израиля. Притесняли, теснили, теснили, и, наконец, прям Иордан перешли и начали уже развернутое вооруженное действие против соседней страны. И возопили сыны Израилевых Господу и говорили. Вот обычно повторяется история. Израильтяне впадают в идолопоклонство, за это Господь насылает внешних захватчиков-оккупантов, врагов, которые порабощают, угнетают Израиля. Израильтяне не в силах терпеть этого гнета, вопиют ко Господу, взывают к нему в молитве, в вопле молитвенном, и Господь посылает им Спасителя, Избавителя, очередного судью, очередного вождя израильского народа, такого харизматического предводителя. Вот они опять возопили от гнета этих самых амманитян и филистимлян. С двух сторон был этот гнет. «Согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам». Израильтяне осознают свой грех. Ваалам служить нельзя. Если уж взялись служить Господу, сказали Господу Богу нашему будем служить, который вывел нас из египетского рабства, то нельзя служить каким-то другим богам. Господь, Бог Израиля, он не терпит конкурентов. Он, в отличие от языческих божеств, он абсолютно нетолерантен. Он нетерпим к другим богам. Поэтому, если поклоняться Господу, Богу истинному, то невозможно и нельзя одновременно вместе с ним поклоняться другим богам. Это является нарушением завета с ним. Господь сказал, «Я буду вашим Богом, вы будете моим народом». Израиль сказал у горы Синай, «Наосева нишма, сделаем и послушаем». Первая и вторая заповеди говорят о том, что нельзя, служа Богу, поклоняться каким-то другим божествам. Нельзя поклоняться богам других народов и нельзя также заниматься идолопоклонством. И если завет, то есть союз, договор двусторонний между Богом и Израилем нарушается, то Господь уже не защищает, не охраняет свой народ. И в его пределы вторгаются оккупанты, захватчики, что и происходит. И потом этот судья, когда Господь его посылает, судит Израиля, то есть предводительствует, израильским ополчением прогоняются враги, и все дальше нормально, пока жив этот судья. Но потом судья умирает, израильтяне опять впадают в идолопоклонство. В общем-то, вся книга судей построена по вот этой вот единой схеме. Господь отвечает, 11 стих, «И сказал Господь, сынам, Израилю». Может быть, это было где-то в Мицпе, может быть, в каком-то другом месте, где израильтяне вопрошали Господа. «И сказал Господь так, «Не угнетали ли вас египтяне и амореи, и амманитяне, и филистимляне, и седоняне?» Седон – это финикийцы, да? «И амаликитяне, и муавитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их?» Об угнетении со стороны вот этих вот народов мы читали раньше, в предыдущих главах книги судей. А в египетском рабстве израильтяне были несколько поколений, израильтяне много поколений. Задается риторический вопрос Господом. «Не спасал ли я вас от рук вот этих самых иноземцев?» Спасал. И сами израильтяне тому свидетели. Дальше звучит упрек. «А вы оставили меня и стали служить другим богам, зато я не буду уже спасать вас». То есть, если одна сторона вот этого союза, договора, Берит, то, что называемый завет, нарушила условия этого договора, то есть заповеди, какие-то из заповедей, то вторая сторона не обязана его соблюдать. Израильтяне нарушают, и Господь уже не обязан его хранить, оберегать, защищать. Все логично. Когда израильтяне каются, и Господь посылает им судью, завет, союз, договор опять восстанавливаются. Но потом вновь нарушаются. И как заезженная пластинка, эта история повторяется вновь и вновь. 14 стих. «Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время». Раз вы служили Ваалом и Астартом, вот пусть они вам помогают. Пусть они вас защищат, защитят филистимлян и аммонитян. Но есть в псалмах замечательные строки. «Боги народов – суть идолы, а Господь небеса сотворил». Господь сотворил небеса и землю, и человека, и всю вселенную. А эти Ваалы и Астарты, они и сотворить ничего не могут, и делать ничего не могут, и спасти они не могут. Совершенно бесполезные вот эти самые предметы, объекты поклонений язычников. «И сказали сыны Израилевы Господу, согрешили мы, осознают грех, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне». Согласны мы, Господи, претерпеть от Твоей руки наказание, но только не от руки этих иноземцев, идолопоклонников, язычников. «И отвергли от себя чужих богов, пишет далее священный писатель, и стали служить Господу, и не потерпела душа его страдания Израилева». Они возопили, отвергли других богов, видимо, разрушили идолов, аширы свои срубили, перестали служить и почитать Ваалов, Астарт. И прочих всяких богов, арамейских, седонских, маовитских, филистимских, о которых речь шла выше, отвергли, сотворили достойный плод покаяния, проявили действительно ревность такую. Не просто на словах покаялись, а действительно отвергли, отбросили от себя чужих богов, как сказано здесь. И вот Господь, видя, что это покаяние действительно искреннее, подлинное, Господь не потерпела душа его страдания Израилева. Это народ Божий. Да, не всегда послушный Господу, но это его народ, народ Господень, избранный им самим Богом, Богом Авраама, Исаака и Иакова. Читаем дальше. «Амманитяне собрались и расположились с Таном в Галааде. Собрались также сыны Израилевы и стали с Таном в Массифе». Мицпа в еврейском тексте. Значит, речь идет о северном Зайордане, северной части Зайордания. Вот этот Галаад, Гиль-Ад и Мицпа. Там израильтяне вопрошали Господа. То есть, в Мицпе находилось такое культовое место. Кстати, Мицпа, иногда Мицпе, это значит, Мицпа на наблюдательный какой-то пункт, но обычно расположенный на высоком месте, на горе. И селение под этим же названием несколько раз встречается. Видимо, несколько было мест с одинаковым названием географических. Заканчиваем читать 10 главу, 18 стих. «Народ и князья галаадские сказали друг другу, кто начнет войну против амманитян, тот будет начальником всех жителей галаадских». Ну, а дальше в 11 главе будет говориться о том человеке, который начнет войну против амманитян. Об этом мы прочтем в следующей главе. Запись сделана для библейского портала «Экзегет».